Сто лет правды на протяжении целого века. Тогда губерния, сейчас область, узнают из нее самые актуальные новости. Сквозь года страницы главного издания поднимают злободневные темы. Ну а первая полоса юбилейного спецвыпуска Орловской правды пестрит воспоминаниями. С первых недель своего появления на свет наша газета была ежедневной. И в 17-м, когда в газете работало лишь 4-5 творческих сотрудников. И в 30-е в статусе районки, когда Орловщина входила в состав Центрально-Черноземной области. И в Великую Отечественную, когда она выпускалась только на двух страницах, но без перебоев и во все последующие годы. Девизом редакции уже не первый год является три основополагающие. Объективность, честность и оперативность. Именно они позволяют занимать правде лидирующие позиции среди всех печатных СМИ области. Издания появляются и уходят, а правда остается. За вековой период работы газеты выпусков набралось немало. Как носит статистика, на первой полосе Орловской правды их 26,5 тысяч. За столом ветераны журналистики и несколько поколений редакторов издания, которые не один десяток лет заполняли выпуски Орловской правды. Среди корифеев своего дела и действующие сотрудники. Цикл праздничных мероприятий, посвященных историческому событию в жизни газеты, продолжили в фундаментальной библиотеке опорного вуза. Многие поколения людей, которые принимали участие в ее издании, которые вдохновляли весь наш край, людей, которые выступали как глашатые и совесть нашего края, этот стол будет длиннее, длиннее, длиннее. Уверен, что у газеты огромное будущее. А всех я хочу поздравить с праздником. Я хотел выразить благодарность и поблагодарить всех, и ветеранов, и тех, кто сегодня трудится в нашей Орловской правде, в нашей, действительно, формирует хорошую газету. Все так же, листая свежий выпуск правды, но уже на пенсии, за новостями следит Юрий Анаприенко. Любимому делу журналист и писатель отдал 36 лет своей жизни. Для того, чтобы состояться как профессионал, в арсенале необходимо иметь не только образование, добавляет их с редактора одного из отделов. Журналист должен уметь подниматься до самых высших слоев общества, то есть с министрами разговаривать, и опускаться до самых низших слоев, то есть уголовники. Со всеми находить общий язык и всех понимать. Среди действующих сторожил редакции Орловской правды обозреватель Михаил Кончин. Журналист успел поработать в советское время, застал перестройку. Опытный сотрудник сегодня пишет о правительстве региона, касается на страницах газеты и экономических тем. Естественно, реагирует на все события. Естественно, помогать людям, которые попали в какое-то трудное положение, защищать их с помощью печатного слова. Функции газеты были раньше, остаются сейчас и, наверное, будут и впредь. Одним из последних и самых молодых корреспондентов в стане газеты оказался Александр Трубин. Молодой журналист уверен, что век электронных СМИ не сможет затмить печатные издания. В газете будут люди верить всегда больше. Это как бы формальность, может быть, какая-то, но вот даже я люблю читать именно вот книги в натуральном виде, газеты в натуральном виде, потому что вот как ты держишь что-то в руках, это тебя роднит. Это что-то настоящее, это настоящее слово. Я считаю, что газеты не умрут в ближайшее время уж точно. В его работе важна каждая деталь – политики, герои статей, все события региона под его прицелом. Сергей Макроусов, начиная еще с работы лаборантом фотостудии, понял, что стезя фотографа – его призвание. Порой после репортажной съемки отснятый материал переваливает за тысячу снимков, из которых приходится выбрать один на первую полосу. Здесь у меня сложности нет, потому что как старший товарищ выбирает. Когда сам свою съемку отсматриваешь, это очень напряженно. Поэтому у нас есть билд-редактор, вот Сасин, тоже проработал очень много лет фотокором. И я полностью ему доверяю, и он отбирает фотографии, и это очень облегчает мою работу. Для Сергея нынешний год тоже юбилейный. Ровно 10 лет назад фотограф стал частью редакции главной газеты региона. Андрей Деркач, Павел Джумабаев, Олег Фомин, телеканал Первый областной.